Это уже просто перебор и государственной, и национальной политики того государства, кто это делает. Нельзя никогда разрушать никакие могилы, никакие памятники. И, конечно, когда мы видим вот такое варварское отношение к памяти, истории народа, это, конечно, получаем мы то, что политика вот этого государства, то есть в данном случае Азербайджана, на исконно армянских землях приведет к тому, что они ни перед чем не остановятся, потому что разрушение могил – это самый последний вид вандализма. И когда берутся именно память народа, который здесь именно сделал когда-то апогост в честь своих сограждан, и уничтожать это уже кощунственно, тем более, когда уничтожаются с помощью бульдозеров надгробия, которые были еще поставлены в 1802 по 1913 год, и возможно, что там есть и выдающиеся люди армянского народа, есть и обычные граждане, которые просто прожили достойную жизнь. И вот уничтожать память, потому что каждый из тех, кто там похоронен, имеет своих потомков. Куда в последующем, может быть, там через нескольких десятков лет, когда вернутся исконно армянские земли опять Армении, куда придут поклониться своим предкам, вот именно потомки. Многие же составляли генологические древа там на 10-15 колен, и они прекрасно знают, что вот на этом кладбище в Шуши похоронены их близкие родственники. Конечно, это уже просто превышены все моральные нормы, которые могут только быть. Мы исторически можем заметить такую деталь. Когда приходит из пещеры или с горы какой-нибудь вандал и видит прекрасные дворцы, фонтаны, дороги, вот, он, не имея ничего вот этого, потому что перед глазами он видел всегда грязь, он начинает вот эти вот произведения архитектуры, культуры уничтожать. Это говорит о том, что только лица, которые находятся на низком уровне развития, у которых отсутствует своя глубокая история, культура может пойти на такой шаг. И сегодня, в 21 веке, мы видим то же самое. Когда у народа нет своей истории, а ее и не может быть, потому что государство было создано только лишь в начале 20 века, когда у них нет своих архитектурных памятников, которые многовековые, вот, то они, конечно, так и поступают. Это и есть как раз элемент вандализма тех народов, которые находятся на более низкой ступени развития, чем другие народы. Ну вот, если мы с вами посмотрим, на гробе 1802-1913 год, а Азербайджан 1918-й. Не было такого государства, а вот могилы достойных людей в суши уже были.